— Ясно. — Говорит только по делу. — Чего? Давайте так. Я напоминаю, на чем мы в прошлый раз остановились. Мы говорили о ордене ламотвавников и оговорили следующих несколько довольно важных понятий. Мы оговорили, что история о ламотвавников, то есть о 36 правительствах, на которых держатся миры, которые посещают шести на каждый день, это одна история. Это специфические вещи. Мы оговорились о том, что существует, существовал, извините, орден ламотвавников, который, это уже перенос названия, и имеется в виду, что некоторые люди ведут жизнь, вот тех самых ведут, живут тем способом, каким положено жить ламотвавнику, праведнику, который навещает все выше. При этом оговорились, что этот орден был вполне себе тайный, в том смысле, что он не пытался поначалу, по крайней мере, широко распространяться. При этом, так как речь идет о некоторых каббалистических методиках, связанных с укреплением Шихины на земле, с пребыванием в Шишине, значит, с привлечением людей, то им нужно привлекать людей, но при этом им нужны люди неофициальные. То есть эти люди, здесь вот довольно существенная разница, что ежели провести отличие между орденом ламотвавников и, скажем, чтобы избавиться от представления, что это вариация на тему масонства, то как раз ламотвавники не стремились к власти и ни к прямой, ни к тайной, ни явной. Хотя, в общем, связь с масонами, конечно же, напрашивается, но это все просто про разное. Вот давайте я приведу один пример, чтобы было понятно, о чем я говорю, когда он к нему в этой истории масон. Всем известный портрет раба Исраиля Балшемтова на самом деле является портретом Якова Балшемтова из Лондона. Совершенно другой человек. Причем в данный момент это доказано, что это его портрет, потому что найдены его оригиналом масон. И этот человек, непонятный совершенно человек, который явился в Лондон, но это явно не ламотвавник, это не орден ламотвавников, это что-то другое. По причине того, что он очень много возился именно с масонами, принимал по некоторым рассказам этих самых колесто, но вот этих вот публиков весьма сомнительного типа, которые мистикой тогда вся Европа баловалась. Значит, но вот такое было. И, в общем, пронир был из ряда всей Рафия Р. Абияков, который лондонский. Но нас интересует как раз ламотвавники, который наследует именно область в районе Германии. Значит, здесь надо заметить, что вот я в прошлый раз рассказывал историю о том, как Адама Шекдова изгнали из города Слуцка, и с ним ушло некоторое количество людей. Но ясно же, что уже речь идет о некотором распространении орды, точнее, орденских практик. Потому что ушло несколько человек, и там известно, что два человека из ушедших, преднимание, что всего два, были в прямой связи в какой-то отношениях с Адамом Шемтовым. Про Адама Шемтова я еще немножко потом поговорю. По всей видимости, у ордена был, ну, давайте скажем, гроссмейстер, глава ордена. Титула этого у него не было, но известно, что он всегда имел дополнение к имени Шемтову. Хотя слово Шемтов не является титулом, я чуть-чуть ниже расскажу, что такое Бальшемтовы, но так обозначает человек, который способен творить чудеса или какие-то необыкновенные вещи. Где-то известно, значит, поименно известно всего несколько человек, глав ордена, это Илья Гушемтов. Он в Ормсе действовал в основное его место и излечал больных и бесплодных. Известно, что по приказу его, по завещанию его предшественника, он созвал некоторые собрания орденов в том же самом Борусе. И опять вот я обращаю внимание на то, что у них основная область их деятельности – это скорее германские общины, чем восточноевропейские. Но он, этот орден распространяется из Германии в Европу. И здесь, может быть, стоит заметить, что дело в том, что орден среди книг, которые имели хождение среди этих людей, основные книги были книги Раби Мейера и Бенгабая. И это предшествующее поколение. То есть, похоже, что он имел какое-то отношение. И одна из книг Раби Мейера и Бенгабая как раз этот орден активно распространял ее. Эта книга называется «Авададгакодыш» «Служба Всевышнего». Значит, и она имеет некоторую часть, довольно активно занимающаяся именно ехудами. Это каббалистические книги и Раби Мейер и Бенгабай – каббалист. Но Раби Мейер и Бенгабай, он из Испании, и после изгнания из Испании он не остался в Европе, он уехал в Северную Африку. Поэтому, вот, в каких он отношениях, сказать, довольно трудно. Вот, вот, начиная от Раби Ильяху Баал Шемтова из Вомса, был Раб Юэ Баал Шемтов из Замача, о нем есть несколько любопытных свидетельствий. Потом Адам Шемтов из Ропшетца. И теоретически, Исраиль Баал Шемтов должен был стать последующей главой Ордена. По крайней мере, в теории это выглядит так. Те из вас, кто читал Шевхей Бэшт, знают, что Шевхей Бэшт открывается некоторым предисловием издателя. То есть, есть Шевхей Бэшт, собственно, и есть несколько историй, предваряющих Шевхей Бэшт. Значит, я не знаю, нужно рассказать, что такое Шевхей Бэшт. Значит, ну, во-первых... Вы же скажите, я думаю, что нужно. Нет, слиха я. Я не знаю, например. Значит, Шевхей Бэшт – это книга, значит, вышедшая в начале XIX века. По всей видимости, вот часть ее... Издатель точно из хаббатских кругов. Это про издателя, это несомненно. А вот из каких кругов она вышла, неясно. Шевхей Бэшт – это книга, где рассказываются всевозможные истории про рабе Исраэля Баал Шемтова. Бэшт, да? Баал Шемтова. Но мы привыкли к тому, что Бэшт относится только к рабе Исраэлю, хотя на самом деле это слово, оно до XIX века употреблялось в больших количествах. И вот там много, там, в общем, его истории, и, ну, куча историй про него, причем некоторые такого биографического характера, некоторые рассказы о его деяниях. Ну, и вообще вот там Сергей Бэшт – есть небольшая вещь, которая называется Швахим. Это житийная такая литература, которая описывает, ну, аналог я привожу у русских, которая описывает там жизнь и деятельность какого-нибудь из великих людей. Эта литература в еврейском мире слабо распространена, она есть. Есть, например, Шевхей Ари – книга подобного типа, книга про рабе Исраэлюрия Ашкинази. Но еще раз, книга, книги вот такого рода, они в еврейском мире слабо прижились, и связано это просто с стилем мышления еврейским, который такого сорта литературу, ну, просто она сильно против танохической шерсти идет, ну, и Талмуд как-то не располагает к ней, то есть это довольно поздние книги, и описание всевозможных, пусть замечательных людей с неудержимыми хвалами в их адрес, это не очень принятая вещь у евреев, я имею в виду. И, скорее, это традиция греко-римского мира такого сорта произведения. Но она из греко-римского мира переходит в христианство, а евреи ее не наследуют, эта литература, вот этого сорта. Но, скажем, несколько таких книг есть, их немного сразу скажу. Значит, так вот, Шеф Хайбейст вот такого сорта книга. В данном случае для нас, в данном рассказе нас интересует то, что в предисловии издателя есть десяток историй, по-моему, где-то, которые как бы предшествуют основному рассказу. И там есть три рассказа про Адама Шемтова. Из Германии в Восточной Европе, ну, если Адам Шемтов появляется, человек с именем, значит, Юэль Шемтов из Замочи упоминается активно в немецких источниках, ну, еврейско-немецких, я имею в виду, источников. Например, в книге «Еш Манхелин», такая очень важная книга, но она очень маленьким тиражом издана и мало кому известна. То есть ее купить довольно сложно, настолько, что я в отчаянии просто переснял на КССР-аппарате все там 400 с чем-то страниц этой книги, потому что найти я ее не мог. Вот. Она упоминается, например, в этой книге «Рафьюэль из Замочи», Адам Шемтов уже ближе к Польше действует и начинает появляться довольно активно по всей Украине, и «Арабия из Замочи» — это уже Украина, ну, я имею в виду, нынешняя Украина, причем такая тяжелый вопрос, правобережная или левобережная. Но город Акоп, насколько я понимаю, это скорее левобережная уже Украина, откуда он, но он довольно много путешествует в Аллахии. То есть это уже Украина, но вот территория современной Украины. Значит, про Юэля Шемтова и Адама Шемтова сохранилось несколько историй довольно важных, и все они связаны не с их деятельностью, а с чудотворцем. В основном это всевозможные рассказы о изгнании взвесившихся бесов из различных зданий. И надо сказать, что, судя по некоторым деталям, как раз вот теперь начинается вопрос. Вот это тот, кого я назвал Гроссмейстером, это Гроссмейстер или это звено между Орденом и миром? То есть, может быть, это такой пресс-секретарь еще Ордена, это тоже такой вопрос. Но про Адама Шемтова есть четыре истории в Шевхайбэшт. Две из них нас не интересуют. Да, так еще раз, значит, так как Исраиль был в Шемтов, это где-то 1770 год, да, чтобы было понятно, то его предшественники это вот где-то вот эти, 18-е века уже. Значит, Существует переписка Раби Исраэля, она дошла до нас, с представителями этого Ордена и связана она вот с чем. Давайте, так, первая вещь состоит в следующем. Адам Шемтов, глава этого Ордена, искал преемника. Вот давайте я просто расскажу вам историю из Шевхайбэшт. Хотите, зачитаю. Да, книга переведена на, Шевхайбэшт переведена на русский язык, переведена она Михаилом Кравцовым, совершенно блестящим переводчиком такого сухого текстов. И, по-моему, она в книжниках вышла. Значит, важный момент, что Адам и Шемтов был сын. И перед смертью, значит, дальше история, которая приведена в Шевхайбэшт, выглядит так. Перед смертью Адам Шемтов попросил сновидение о том, кому передать свои рукописи. Я хочу тут подчеркнуть следующее, что запросить сон – это некоторая практика, каким образом получить вещи сон. Это не просто попросить, пришли мне вещи сон, это надо уметь делать эти дела. Значит, я буду говорить про то, что… Вот тот, кто сейчас прислал Балшемтов основатель… А, это название книги «Балшемтов основатель хасидизма». Ну, хорошо. Значит, и он, значит, запросил во сне, чтобы ему сказали, кому передать книги, какие у него. И ему был послан ответ с небес, где было сказано, что его надо отдать рабе Исраэлю, сыну Элиезера из Окупа. Вот про город Окуп я сейчас отступление делать не буду. Думаю, что я знаю, что это за место имеется в виду. Но отдельная тема. Значит, «Перед смертью Адам Шентов сказал своему сыну, что у меня есть рукописи с каббалистическими учениями, но тебе ты не подходишь, чтобы им владеть. Отыщи город, называемый Окуп, в нем найди человека по имени Исраэль, сына Элиезера. Ему сейчас около 14 лет. И передай ему эти рукописи, ибо они согласованы с корнем его души». Вот это, когда я говорил о корнях души, я же, по-моему, рассказывал про то, что души, они, ну, это так, дерево, и согласование некоторых вещей с корнем души, ну, в высших мирах дерева, оно довольно существенное. И коли, продолжил Адам Шентов, ты согласишься, он согласится учить с тобой, то тебе будет хорошо. То есть, как бы сын Адама Шентова поступает в ученики, или в соученики, к будущему рабе Исраэля. Сын раби Адама отправился в город Оуку, и, значит, и стал он искать нужного человека. И нашел он одного Исраэля, ну, он искал парня, которому-то немного лет, который работал служкой в синагоге. И тайком поселился в этом штибле, где прислуживал Бэш, ну, Бэш, Исраэль тогда, не Раби, и не Бэш, а Исраэль, чтобы следить за ним. И более того, он нанял Исраэля себе в служке. Ну, и когда все заснутся, то сын Адам Шентова притворился, что он спит, и Абэш, как обычно, поднялся ради Тора и служений, и тот, сын Адама Шентова, наблюдал за ними ночью вторую. И в какой-то момент сам Бэш задремал, и тогда сын Раби Адама встал и подсунул рукопись, которую ему оставил, или книгу, которую ему оставил его отец. Когда Бэш проснулся и увидел эту этот фолиант, то поразился, стал читать его, а потом спрятал на груди под одеждой. И так поступал, так происходило ночь за ночью, пока сын Адама, Шентову, не убедился, что это тот человек. То есть, Исраэль это тот человек. позвал его и сказал, пан мой отец, благословенный память о нем, оставил мне эти рукописи и заповедовал передать их тебе. Вот все эти рукописи перед тобой, но прошу тебя, да не будет душа моя презренна в глазах господина моего, чтобы ты занимался со мной. И ответил, хорошо, на этом и порешил. И после этого они отправились из города, нашли какой-то дом и там за городом в лесу учились. И дальше там следующая история рассказывается, как погиб сын Адам Шентова, который призвал князя Тары, чтобы выяснить некоторую вещь и в общем это плохо кончилось. Значит, вот такая история, как бы передача священных книг произошла. теперь вот здесь начинается любопытный момент. Из другого источника известно, что Исраэль Балшемтов имел отношение с людьми вероятно, теперь я аккуратно так сказать, вероятно имел отношение с людьми из ордена ламок-ламенников раньше лет с девяти. И человеком, который в данном случае был, известно про него только что это не еще в Хейбест рассказ, это из другого источника, что звали его, по-моему, Раби Мейер, человек, у которого он учился, и он к нему бегал, когда прогуливал школу. Значит, вот здесь вот начинается некоторый важный момент, что где-то лет до тридцати шести совершенно очевидно Бэшт вел жизнь члена ордена ламок-ламенников. Но в это время происходит во всей восточной и германской даже Европе происходит некоторый любопытный момент. Похоже, что орден в поиске новых членов вышел из берегов и по всей восточной Европе и восточной в данном случае германо-язычной давайте вот так говорим, начинают распространяться кружки каббалистов. Например, когда рабе Исраиль Балшинтов пребывает в Меджибаш, то там до него, обратите внимание, до него уже есть некоторая группа каббалистов, которые просто изучают по-моему, чтобы мир лучше стоял. И такие группы известны во многих городах. Иными словами, вся эта вещь полностью выбилась из-под контроля. Происходит некоторое расширение ордена во все стороны. И здесь, собственно, второй Адам Шефтов пытался. И вот здесь начинается одна из таких очень важных моментов. сохранившаяся переписка требует, что Адам Шефтов требует от Исраэля Баал Шефтова приступить к открытой деятельности. Баал Шефтов, Исраэль Баал Шефтов категорически отказывает и просто бегает от него. Причем скрывается, он просто пытается сбежать. кончилось тем, что кончилось это, ну, известно письмом, оно приводит в Алхабаде, его просто не понимает куча народу. Это письмо Адам Шефтова к рабе Исраэлю Баал Шефтову, где повелевает ему решение высшего суда, я прошу обратить внимание в формулировку, решение высшего, то есть небесного суда, немедленно прекратить прятаться и заняться делом. Повелевает своему сыну отправиться в лес и положить это послание в почтовый ящик ордена в лесу под камень. И дальше сохранилось письмо Бэшта брату жены, весьма большому человеку, кстати. мне не подушили приступать к открытой деятельности. Кто я? Но что я могу сделать, если выше вышло слово, и мой учитель грозится, что он больше никогда не придет ко мне, если я этого не выполнил. Значит, письмо датировано, значит, Бэшта умер в 70-м году, 1770 методов. Я имею в виду раби и сираль Балшавт. И симо датировано 733 годом, отправлен раби к Гершему, брату его жены, с требованием немедленно прибыть домой, потому что близится время, когда мне придется открыться. Иными словами происходит вот что. Начало хасидизма бэштовского хасидизма. Начинается как просто орден требует, чтобы некто возглавил открытую часть, открывшуюся часть, которую он не удержал просто под водой, он просто не смог удержать себя. и раби Исраэль Балшунтов оказался во главе открытой части деятельности ордена даже против его воды. Он этого не хотел, и причем это было не лицемерие, он это да не хотел, он привык жить жизнью другого типа абсолютно, при этом я не уверен кстати, что он долго смог удержаться, дело в том, что по сравнению со одними деятелями Ламет-Вавниками я не виду глав ордена, а я имею в виду рядовых. Бешт довольно часто срывался и вообще-то обычно он демонстрирует исключительную тупость, но время от времени там дальше возникли замечания, что этот уже дяденька к тому моменту время от времени оказывается удивительно смышленным, то есть там вот такая была история, но вот эта вот история начала хасидизма она именно вот такая, я еще раз обращаю внимание на некоторый важный момент в этой истории. Бешт не создавал хасидизм на ровной месте. За ним стоит школа, из которой он вышел. Вокруг него, да, чуть-чуть другая вещь, но она по всей видимости возникла из этого же, из этих же кругов ламы-твабников, это то, что в Хабаде очень любят повторять эту фразу из письма когда твои источники прорвутся наружу. Собственно, это и есть дэш. И хасидизм как широкое учение, которое привлекает всех, и обратите внимание, оно сохраняет кучу вещей от старого ордена, сохраняет от ламы-твабника некоторую от ордена любовь к тому, чтобы привлекать к себе простых людей. Оно сохраняет некоторую очень интересную образовательную программу, но образовательная программа ордена, мы сами видим, она сильно отличается, скажем, от литовской образовательной программы. Чуть-чуть позже, может быть, я скажу, чем основное отличие. Теперь, если мы говорим о бэште, то есть, когда говорят бэште, всегда имеется в виду именно раби-сирейль баал-шемтоз. Когда мы говорим о бэште, тут начинается некоторый вопрос. Мы видим, что главы ордена Раф-Юэль, Раф-Лезер, у них всех есть титул-шемтоз или баал-шемтоз. Это одно и то же на самом деле. Вопрос выглядит так. Я просто раз обещал, поэтому я хочу теперь остановиться, если вначале я говорил об обществе, что такое лам-от-лам-них, то теперь немножко не менее общее, что такое большинство. В данном случае смотрите, давайте так, вот мне этот вопрос я пытаюсь отвечать. Биография раби-сирейля баал-шемтоза, она удивительна и по основной версии значит вот можно я хочу сказать одну довольно важную вещь, которая здесь есть. Биография раби-сирейля баал-шемтоза вещь довольно сложная, но где-то всего лет 50 назад было найдено два документа, где упоминается, причем не еврейского происхождения, а именно из архивов Радзивиллов, об освобождении раби-сирейля или его ученика от налогов, где в одном месте раби-сирейль был назван доктор, а в другом месте каббалист. То есть это единственные официальные документы, которые у нас о нем есть. И это, замечу, открыто, это было лет 60 назад эти документы всего найдено. До этого, например, существовала вполне себе такая научная теория, что это вообще фигур, которой никогда нет. Это вот о том, сколько мы о нем знаем. Значит, есть два документа. Далее. Вообще хорошо получается, когда биография хорошо выстраивается, когда человек ведет жизнь среди публичной жизни, и на которую обращают внимание с ранних лет. Например, биография раби-эль-Ягу из Вильна, а не современники с Большим Толу. Значит, виленский Гаон и раби-эль-Большим Толу. Биография отлично известна. Круг него куча народа всегда была, которые знали, что имеют дело с гением. Поэтому поводу зафиксированных данных о виленском Гаоне полно. Другой разговор, что биография виленского Гаона, она, это биография настоящего ученого, родился, учился, учился, совершил одно путешествие, потом вернулся в Вильну, дальше учился и писал работу. На вопрос вся дальнейшая биография, смотри список работа список учеников. То есть, это биография настоящего ученого. С Раби и Сраиль Баусом домом этот номер не проходит. У него не оказалось биографа. По этому поводу о его юности, детстве практически ничего не известно. И более того, я хочу заметить одну довольно важную вещь. Значит, значит, он же родился где-то в 715 году, ну, в таком районе. Туда он родился около 1700 года, плюс-минус пару лет в зависимости от источника. Что такое 1700 год для истории Украины и Польши? все помнят. Кто забыл, то это Полтавская битва, например, она в том районе, да, русско-шведские войны, проходившие тоже на территории Вет, польско-турецкие войны, всевозможные истории, то есть это как раз история самая мрачная в истории, ну, то есть самая мрачная, весьма мрачный период украинско-польско-польско-витого, Истории, куда еще активно вмешивались французы, шведы и русские. По этому поводу искать мальчика наверняка сироту – дело мрачное. Плюс ко всему город, где он родился, где-то, ну, наиболее вероятно, это где-то в районе Подолии, недалеко от города Жванецка, для тех, кто знает. Ну, есть еще там много куда отмечать, помещают, но дело в том, что если это тот окуп, который, думаю, я, то там как раз вот в период, когда Исраэль, юный Исраэль, переходил из детского возраста в отроческий, то есть следующий, как раз там разворачиваются весьма серьезные военные действия именно в этом районе. По этому поводу искать концы сложно. Но в Шевхей Бэшт утверждается, что его родители зовут Элиезер и Сара. Им было около ста лет в Шевхей Бэшт, по крайней мере, так написано. Либо, если мы не верим таким датам, то в любом случае они были очень старыми. Значит, ну, собственно, вот это то, чего вот про него можно рассказать. Биография странная в том смысле, что мы знаем еврейские рассказы о всевозможных гениях. Обычно это дети, которые сразу, в ранние годы показали большие таланты к учебе. Там могут быть всякие приключения в биографии, они бывали, потому что времена такие были. Но, тем не менее, очень раннее развитие характерно для, по-моему, всех основных еврейских учебных. Исключение составляет Рамбам, Раби Моша Бен Маймон, про которого рассказывают, что лет до девяти он был исключительно туп. И потом случилось некоторое там чудо, при котором он резко изменился и стал серьезно учиться. Но про него рассказывают, что это редкостное исключение, что он был очень позднего развития. Но это исключение. Обычно это, наоборот, безумно раннее развитие. Во всех рассказах про Раби Исраиля Балшемтова показывают, что это не позднее развитие и не раннее развитие, а совершенно другое. Это редкостный хулиган, который регулярно прогуливал хедер, сбегал и так далее. То есть вел такую весьма жизневольную, именно в детячем возрасте, не в возрасте отрочества, а именно в возрасте детства. И он действительно в этом смысле исключение из всех историй о крупных Рабах, которые я знаю. Поэтому ранняя биография Бешта – вещь весьма закрытая. Вот поздняя, после его открытия, она уже неплохо отслеживается. И известно там его отношения с кучей народа, он уже занимается деятельностью, и она отслеживается по куче мемуаров. Но вот до 36 лет его биография отслеживается просто припорошиво. Похоже, что вот Балшемтов, это я не очень хорошо понимаю, что это. Это весьма вероятно остаток титула еще из Ламоту, когда он был при ордене Ламот-Вамот, и его не потребовали перейти к открытой деятельности. Либо он действительно подвязался на этом поприще. Дело вот же. Балшемтов надо понимать буквально. Шемтов, кроме имени, называли еще всевозможные имена. Это называется имена шмот. Но это не совсем имена. Это, как правило, всевозможные магические слова или аббревиатуры, которые пишут в амулетах. И Балшемтов, когда говорят про Балшем, 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 Балшемтов и Балшемтов. Я видел утверждение, что надо различать, что это разное, но на самом деле нет. Это просто в перемешку идет. И так, так, и так называем. Значит, и это особые имена, которые можно использовать для всевозможных амулетов, и они приносят пользу амулетов или подобных практик. Источником таких амулетов из известных книг, легко доступных, это книга типа Талдот Адам. Не путайте, есть много книг с таким названием. В данном случае утверждается, что это книга Раби Адама Шемтова. Эта книга, учтите, что книг с таким названием очень много. И Сефер Резиэль Гамалах, книга Ангела Резиэля, которая есть во всех приличных домах, потому что старая традиция утверждает, что книга Ангела Резиэля спасает дом от пожара. Читать я, читать ее, читала мало народу, но почти в любом еврейском доме эта книга и лежит, причем регулярно в миниатюрное какое-нибудь издание, которое близко прочесть невозможно, просто по миниатюрности. Либо, например, у меня как-то мне кто-то прислал, так как еврейский дом должен иметь обязательно книгу Резиэль Гамалах, Ангела Резиэля, то мне кто-то ее прислал на микропленке. Просто вот полное издание, ну вот где-то вот такое, на микропленке. Где-то у меня дома она лежит, по всей видимости, но, естественно, я эту микропленку никогда проглядеть не пытался. Значит, там тоже есть такого рода вещи. Значит, и, значит, утверждается, что если выполнить то, что там написано в таком роде книге, если вы в состоянии, то есть у вас есть задачи для того, чтобы такими вещами заниматься, то вполне может быть хороший результат. Для того, чтобы понять, я обычно привожу самую простую цитату из уже упомянутой книги Ешман Хелин, это Пинхас Кацаленбоген. Он пишет буквально так. Я никогда не занимался практической кабалой и никогда не делал с помощью святых имен. Но вот что я слышал от одного Баалшемтова, Йосифа Иерусалимского, который хорошо разбирался в священных именах. И был он также большим специалистом в хиромантии и физиогномике. И этот, значит, Йосиф Баалшемтов Иерусалимский рассказывал мне несколько вещей, которые ему удалось совершить с большой пользой. И по моему лицу предсказал, что мне предстоит вторая жизнь едва на состоятельной невесте и у меня будет достать. Да, не верьте Пинхасу Кацаленбогену, когда он говорит, что я никогда этим не занимался. Занимался, он сам это описывает, как он изгонял ведьм с помощью шмот. Значит, поэтому это он не желает рассказывать, что там на самом деле. Но обратите внимание, что, в общем, он спокойно расскажет о таких вещах. Значит, да, облегчал роды, но вот он такого рода деятельность у Пинхаса Кацаленбогена, он автор этой книги, хотя он в наглую утверждает, что никогда ничем таким не занимался, то я ему, скажем так, не верю. Значит, несколько вот книг с такого рода записями для Баалшемтова найдена, найдена так знаменитая «Зеленая книга», например, есть в… это «Цви Баалшемтов Френкель», такой, который за… Эту «Зеленую книгу» у него нашли при обыске, посадили в крепость за занятие такого рода деятельности, немецкие власти, уже не еврейские. И, значит, где он во время наводнения умер. То есть, есть книга «Бельягу», ну, в общем, есть такого сорта книги. Но я хочу заметить следующее. Значит, дело в том, что все это немецкие всякие дела, а немецкий весь хасидизм, он же идет от рабе Игудыга-Хасида, который резко был против. Причем, похоже, что сам практиковал, его сын сам практиковал, но при этом выступал резко против этих дел. И по этому поводу тот же Пинхас Коцелинбоген пишет, что знавал я Баалшемтовов, которые в наше время занимались такими делами. И знаю я, что все они не вышли из этого дела без потерь. Некоторые сами полегли, некоторые умерли прежде времени. Даже святой учитель Рабинов Таликатс, и тот постановил в конце жизни. И это кроме того, что его дети умерли до него. Значит, история нафталикатса – это действительно содержательная вещь по причине того, что его обвиняли в большом пожаре, который произошел из-за него, и причем именно из-за этого сорта деятельности. Значит, и вот важное замечание к этому. И знаменитейший из Баалшемтовов по всем краям, где я побывал, Раби Йоэль Баалшемтов из-за ночи, который творил потрясающие чудеса, и он года два или три был без ума, пока не умер прежде времени. И, собственно говоря, вся эта немецкая школа выступает резко против этих задействий. Причем не по идеологическим причинам, как это ни странно, а потому что, значит, ну вот выражаясь словами Раби Якова Эмдина, не следует человеку разрушать природу мира, ибо Всевышний благословен против того, чтобы по напрасну изменяли законы природы. То есть на самом деле действительно школа-то была против. Другой разговор, что таких было всегда довольно много. Вот здесь как раз, когда мы возвращаемся к Раби Йоэль Баалшемтову после этого предисловия, он умеет пользоваться именами стопроцентно, и, например, известная история, как ему кто-то показывает амулет, который написал, что ж не помню, Навталикад тот самый, который, значит, один из величайших деятелей этой области. И он посмотрел на него и сказал, что тоже мне чудо, я такой напишу плотно покушавший и сидя на постели. То есть то, что сам Раби Исраил писать это умеет, это как бы вне сомнений. Но здесь вот эта важная тонкость, что сами вот орден, из которого выходят, этим заниматься не любят. Причем не любят настолько, что не любят, но умеют. Вот где проблема с Лам-Эк-Ваттой? Эти деятели такого сорта деятельности заниматься не любят, но умеют. Потому что вот это владение ихудами, то владение шемтов, то есть тем, что связано с амулетами, для них естественно. Но заставить их сделать это, это в общем-то еще морок. И как правило удавалось заставить их это написать амулет, только при сильном очень давлении и спекулируя на тяжелых обстоятельствах, которые иначе не преодолеть. Ну и, значит, ну вот это вот так. При этом, вот первое поколение, те, кто вокруг Раби Исраиля Шемтова, тут вот есть куча, регулярно говорят про учеников, его это не совсем правильно. Это, конечно, ученики, но они состоявшиеся люди до встречи с Большим Товым. Они просто попадали под влияние. И здесь мы видим, вот смотрите, когда рассказывают про Раби Исраиля Большим Товым, что он невежда, и что он плохо ученый, то я всегда просто смотрю на список его окружения, на список людей, которые признавали его главенство над собой, и там цвет раввинского мира Восточной Европы. Мысль о том, что какой-то невежда может стоять над этими людьми невозможна. Эти люди упрямые, эти люди тяжелые, эти люди, понимающие, что они стоят. И вдруг какой-то выскочка начинает стоять над ними, поверьте мне, это доказывает, что мы имеем дело с человеком безумно квалифицированным и безумно грамотным. Просто еще раз, если вы посмотрите список первых хасидских глав, я имею в виду тех, кто после смерти Большинтова сгруппировались по купмению Вечерского Магида, и посмотрите, из каких они семей, то там не будет ни одного человека из простой семьи. Мы имеем дело с европейским, с испинатским евреем, где вопрос гихуса, то есть хорошей родословной, из хорошего раввинского дома, там все люди с роскошнейшим гихусом. Причем там бердичевский, вот кого вы не возьмите, там смотришь, кто родители, из какой он семьи, и ты понимаешь, что ты имеешь дело, вокруг Большинства собирается именно цвет раввинистического еврейства в Восточной Европе. Более того, его жена и брак его жены, Раби Гершин, это тоже цвет, а вот представить себе, что человек без гихуса женился на девочке из хорошего дома, это практически невозможно по тем временам. То есть, то, что Раби Исраиль был к 36 годам, уже весьма существенно, совершенно не нуленно, признанный авторитетными людьми, и это вне всяких сомнений. Вот, что произошло с его приходом, здесь важно сказать, что если, скажем, Межеричевский кружок, Суницкий кружок, который я упоминал в связи с скандалом с Райби Адамом Шемтовым, Позненский кружок был, известный еще подобный, каббалистов, существовали, как бы подводно о них знали, но они не занимались публичной деятельностью, то то, что произошло с приходом Большинтова, и хочу заметить, эта история была одобрена, она осуществлена была по требованию Адама Шемтова, это начало публичной пропаганды и публичной деятельности. Вот это совершенно такая история. Хасидизм начинается именно с публичной пропаганды. Причем во главе начала и центр этой пропаганды это пропаганда программы обучения по каббалистическим вещам, вот этим истокам среди простых евреев. То есть перед нами деятельность, которая опирается на мощнейшую образовательную программу, цель которой, вот в отличие от литовской образовательной программы, где цель воспитать, создать супер-равина, супер-ученого, супер-хахама и успех это супер-хахам, то успех программы Бэшта это массовость. Это программа обучения массовая. Опять, в Литве тоже массовость, требовательность, но эта массовость, она как бы база, на которой лежит главная цель воспитать супер-мудреца. То есть нам нужно много, чтобы потом получить одного. А программа Бэшта не предполагает, даже не предполагает необходимости получить супер-мудреца. Она предполагает, что жить по ихудам, даже не зная их, вот теперь я могу спорбулировать первоначально хоседин, в чем состоит. Жить по ихудам, пусть вы их не знаете, но любое действие, вот в ортене ламот ватник, оно имеет сопровождающие их. Человек не просто моет руки, делает метилах едай, он делает это с кемпедихудом, который соединяет небо с землей. Человек не просто надевает башмаки. Известный мидраж о том, как наш проротец Абрам, когда чинил забор, совершал митцву наложения от филин, да, вот это нечто подобное. Но это ламот ватник, это люди, которые обучены и умеют такие вещи и выбранные не из кучи народов. А программа Бэшта, жизнь по ихудам, это люди должны понимать, что когда они надевают ботинки, они соединяют небо с землей. Или, по крайней мере, могут. Или, по крайней мере, стремятся к этому. Вот никакой тайной программы, это очень важно. публикация выглядит так. Это из послания самого Раби Исраиля Бэлшимто. Называется это «Вознашение на Роша Шана и описывается, как он встретился с Машехом и спросил Маймаса Исраиля Кагосе Ма, когда придет Господин Владыка? И он ответил «Так узнаешь, как только распространится твое учение и раскроется в мире и распространятся твои источники наружу, то, что я учил тебя и ты постиг и смогут они, то есть твои ученики и учение распространится наружу и раскроется во всем мире и смогут делать Яхудим и Алият Нешама возношение души к небесам подобно тебе, тогда уничтожится вся нечистая сторона мира Ситрохра и придет время спасения И я поразился и огорчился великим огорчением от такого длительного срока Вот теперь куча народу читая этот текст просто не понимает что здесь самым открытым текстом изложена программа Бэшту то ради чего его послан его учитель заниматься открытым деятельностью и то что он должен сделать а именно научить весь народ повторяю весь Яхудим делать Яхудим и Алият Нешама подобно тебе Для того чтобы это сделать я уже говорил что нужно обучение основам каббалой стремление к Всевышнему святому образу жизни объединение каждого своим творцом и через это объединение всего мира с творцом это программа это начало хасидизма Я не буду обсуждать что потом там историю хасидизма не та тема которая самой интересующей сейчас вышло полно книг на эту тему Хочу только вернуться к Ордену после Бешта значит ученики Межер Хасидизма следующие поколения третье поколение это уже будет хасидов был большой спор может ли кто-то из признанных рабоним хасидских быть ламат-вабликом и по всей видимости имеется в виду принадлежать Ордену эта тема иногда упоминается известен один человек который был связующим свином между хасидами Бешта и этим Орденом Айвен Раби Лейпсорфис фигура загадочная фигура интересная благо до нас дошел короткий довольно-таки сбор айвен сбор деяния Раби Лейпсорфиса и эта фигура необычная очень даже для хасидизма фигура необычная такая же бродячая как юность Бао Шамтова и мне кажется из того что про него рассказано он имеет прямое отношение к Ордену Лам Матвад дальше вот что дальше произошло с этим Орденом или он влился в хасидизм и растворился в нем хасидизм Бастровский или он продолжил существовать как и существовал в тайном виде дело темное и я не берусь даже сказать что там произошло и в это ну да это вот здесь разумеется все это сопровождается то что я сказал это общая программа разумеется все это сопровождается некоторыми частными вещами типа философия хасидская которая безумно важна кабала хасидская а именно некоторое преломление основных кабалистических учений в хасидское учение оно отдельное оно несколько отличается от классической кабалы но не в том смысле что противоречит ей а просто выбранная часть есть какая-то выбранная хасидовая часть естественно вся эта общая программа подкреплена довольно мощными дополнениями и в общем и скажем до начала 20 века это было очень важно для восточной по крайней мере Европы еврейской и наследие хасидское оно как бы вошло как то что называется на иврите цонбарзель железная овца как там по-русски железная овца не не приходящее наследие золотое наследие это действительно очень важно и все это ну скажем определило в некотором облик современного иудаизма то есть действительно сногсшибающий человек который родился но вот где-то вот так вот то что я хотел рассказать если есть какие-то короткие вопросы то есть вопросы с короткими ответами я готов попробовать мэйр можно да да не знаю насколько это короткий вопрос или отдельную тему из этого делать можно вкратце резюме такое различие между основные отличия между литовским хасидизмом и хабадом ну во-первых хабад это литов это литовцы и главная проблема хабада почему ему так крепче всех доставалось всегда состоит в том что он очень похож на литовский хасидизм только он хасидизм они соседи они слишком близки войны с украинским хасидизмом чем южнее тем меньше настолько что скажем для восточной Украины найти не хасида почти не восточную юго южную сторону украины не восточную а южную Украину найти не хасидов довольно трудно а как раз хабаду влипло в основном за то что он слишком близко к литвы там же посмотрите на карту хабад это Беларусь причем туда ближе к северу Беларусь то есть чуть ли не границы Виленской области Виленского края поэтому они очень похожи в некоторых частях я имею ввиду когда говорю про похожесть имею ввиду стилистическую они очень и в то же время они хасиды они отличаются довольно сильно то есть вот поэтому говорить чем похоже смотрите как это не странно главные книги вот хабад и главная книга Меснагеда Кнепешхахаи они в куче мест очень сильно смыкаются точнее смыкаются даже не столько Танья сколько Оргатура вот эти книги они в куче вещей довольно смыкаются они чуть-чуть разные стилистически но очень похоже становятся это не значит что это похожие учения не похоже но если литвики видят главную цель жизни и главное то чем должен человек жить региозный это учение то есть он должен учиться темно и ночно и все свободные времена должен учиться то у хасидов учиться во имя бога у хасидов все твоя деятельность должна быть во имя бога и литвики согласны с этим но деятельность в данном случае понимается любимая даже даже когда они смазывают колеса телеги они не прекращают молиться это хасидский идеал вот это хасидский литовский идеал надо быстренько смазать колеса схватить книжку и что-нибудь получить идеал они отличаются в идеал при этом все-таки учтите что одно не отвергает другого жить по торе жить во имя бога литвики тоже понимают о чем идет речь только вопрос насколько вес насколько это в жизни и в учении какое место это занимает у хасидов это центральное некоторое место и литвики например хасидов регулярно обвиняли в том что плохо изучают тору потому что тут надо понимать естественно плохо учитывая к кому они обращаются но только там вот смотрите давайте я попробую сформулировать что произойдет человеку который не способен учиться улитвы он будет несчастен у него закрыт путь к идеалу он не сможет достичь идеалу и это повод для отчаяния у хасидов это не повод для отчаяния он может прожить праведную жизнь и быть близок к всевышнему как не всякий мудрец это очень важный такой момент опять вопрос молитвы это поймите еще раз когда мы говорим вот мы привели цитату она правильно не столько изучением тары сколько молитвы это правильно но молитва бэшта это молитва по дихудам и по каванот которые опять очень специфические темы что такое молитва бэшта и идеальная молитва опять но для простых людей объявляется что желательно уметь молить это каванот но если не умеешь а молишься от всего сердца то это уже очень гуд и это тоже не каждому дано кст более на то боже и здесь вот это отношение к неудачам очень важное у хасидов регулярно повторяется при обучении ропширского регулярно получается что это во время молитвы к тебе в голову забрела дурная мысль на чужая посторонняя значит она что-то здесь нашла и зачем ты ей сюда нужно наверное она хочет подняться к небесам вместе со всей твоей молитой обратите внимание что что вот это не отчаивайся это тоже во славу богу это для хасидского учения оно очень важный такой момент и в этом смысле противопоставление хасидизма литвакскому учению оно на мой вкус в плоскости социальной психологии очень важно и думаю что верно ну вот так ну что мейер слегка маленький вопрос я дико извиняюсь за пошлость но вот известно такой подход марцистский о том что ну понятно восточная европа обнищание как там широких масс еврейского народа отчаяние то есть все 5 и 10 люди искали как бы поиск люди искали какой-то выход ну и как бы в такие времена как лекарство как труфа значит приходят какие-то духовные которые пытаются людей значит вывести из того тяжелого положения в котором они находятся с твоей точки зрения это все бред это не бред я никогда я пойми я же учился у историю которую мне преподавали преподавали марксисты включая еврейские университеты где мне историю преподавали марксисты не были сильные нет не в том не пошлый советский марксизм а марксисты еще периода струбы когда мои мои преподаватели историки рассказывали что их учителя требовали наизусть читать приходно-расходные книги общин знать всю эту экономику общины они знали экономику общины они знали что это такое они все это внимательно изучают я учился не у марксистов а у учеников марксистов потому что мы все-таки поколение другое да и кстати не надо марксизм был самым сильным учением в Европе до конца 70-х годов чтобы ты знал и не советую с этим учением не ленинизмом а именно марксизмом не советую с ним связываться расставь оно сильно оно сильно и интересно я не говорю про то что в советских университетах проходили я только забрали вот потому что там послость какую-то умудренность преподать хотя бы я знать как им это удалось вот но я вот о чем куча народу не обращает внимания на даты дело в том что куча народу умудряется писать что бэшт возник как реакция на хмельничину на что на хмельничину на хмельничину на хмельничину вот скажи пожалуйста события 91 года в россии в российской будущей федерации как реакция на травму 1917 года ты представляешь да бред но не может на три поколения быть отнесена реакция да она не может относиться так далеко вы сады расставь хмельницкую я тебе говорил про обнищание народных масс обнищание народных масс есть здесь но тут проблема выглядит так смотрите еврейское учение нужен весь народ у вас есть нищие массы которые должны которые нужно которые нуждаются и хотят религиозной жизни что литвики могут предложить людям которые не в 10 лет пошли точать сапоги а в 6 не в 10 как положено там вот бедные люди учатся до 10-11 лет а потом идут в ученики мастерам а они с 6 лет уже туда пошли потому что бедность страш им нужна религиозная полная религиозная жизнь учение Бешта вот куда попало оно попадает вот в эти к этим людям оно попадает в качестве возможности жить полнокровной религиозной жизнью безусловно экономическая сторона здесь есть безусловно бедные люди вцепились в это но силой ведь учения состоит в том что в это вцепились еще раз повторяю цвет раввинства еврейского именно цвет то есть там есть еще там духовный заряд в этом учении он огромный и говорить что это просто потому что бедные не только поэтому то есть адресат найден был там среди прочего но потому что им это и им это и предлагалось но дело не только в экономике было в том что была заполнена духовная пустота причем заполнена не дрянью всякой типа магии подобного а осмысленностью жизни и в этом смысле это было вовремя синхронно да и по-моему это правильно да но почему его не постигла судьба скажем ну вот учение шабтая цви ну во-первых потому что он собственно а ты читал эти самые пашкали с отлучениями хасидов это да это известно да но я-то их читал они не могут придумать за что их отлучить все обвинения там чистый бред то есть раби мэр из перемешлян который значит пишет вот в чем он обвиняет это какой-то вот смотришь на это и думаешь извини но за это не отлучают не за что из твоего списка не за ножи которые неправильные эти ножи были приняты например в Иерусалиме это обычай иерусалимской общины не за они-то пойми когда появляется уже мы их отлучаем за то что они танцуют поднимая ноги выше колен то это значит мы в отчаянии мы ничего найти не можем но откуда причина такой дикой вражды это уничтожение конкурентов грубо говоря не без этого но это дело в том что тут сейчас я попробую сформулировать выглядит так всегда вопрос куда мы зовем вот давайте я попробую сформулировать это следующий вопрос всегда когда появляется некоторое учение оно всегда предъявляет идеал мира в котором мы собираемся жить этот идеал мира может находиться в прошлом и мы хотим повторить как было вот например там скажем в 90-м году в 90-х годах Российской Федерации довольно много народу рассказывали как светло и счастливо жилось во время императорской Российской Российской империи как сладостно там была жизнь и это был идеал давайте вернемся туда у них неправильное представление об этой жизни я не обсуждаю насколько они правы но вот у них вот идеал как выглядит идеал или идеал это Америка Рэндалл какой-нибудь то есть всегда должен быть описан идеал и вот тут выясняется следующее что хасидский идеал если идеал литовский это идеал того что называется золотой польский век это правда золотой польский век это когда польские раввины работали во всех общинах мира то есть во главе всех германских общин стояли польские раввины это действительно место земной Иерусалим в смысле обучения это счастливый век учения был золотой век польщик и это идеал литовский и Беш вдруг является и говорит что идеал не этот а совсем другой идеал это здесь и сейчас идеальная жизнь она здесь и сейчас совершенно по-другому выглядит золотой век он совершенно другой вот вот как сейчас обратим внимание вот сейчас в Российской Федерации достаточное количество народу рассказывает о золотом веке советской власти они часто бредят это неправильно у них дурные представления о советской власти причем у тех кто за и у тех кто против те кто против регулярно приводят слишком сложная тема советская власть тогда была разная и в разные времена была разная еще они не могут понять о каком времени они говорят о советском золотом думаю что середина 60-х имеет ввиду от середины 50-х до середины 60-х лет 10 там где-то было но вот это представление о золотом веке обратим внимание наиболее острое всегда идеологические споры с попыткой душить друг друга это как раз те самые представления о золотом веке к которому мы стремимся вот современные коммунисты не коммунисты а социалисты как хочешь их называть они описывают некоторый золотой век которого не было кстати ну то есть был но со своими издержками и считают врагами все кто говорит что золотого века никогда не было золотой век это скажем начало двадцатого века период между пятым и четырнадцатым годом обратим внимание они самые жуткие враги друг другу у них у них разный золотой век у них разное стремление у них разная цель вот это всегда самое так вот вот этот спор о золотом веке он не явный я подозираю что половина народа не может расформулировать но он вызывает самые тяжелые всегда споры и самые тяжелые идеологическую борьбу по крайней мере мне так кажется вот здесь я хочу оговориться я это это самопальная такая теория но мне она кажется в данном случае хорошо описывающей того что происходит окей а как Бешт относился к развитию женщины как личности ее развития ее права и так далее вы понимаете что Бешт оставил одну пожалуй точнее полторы книги одна книга называется ЦВО Трибаш Завещание Раби Исраэля Баалшем Това Баалшема Трибаш потому что там нет того в конце а одну книгу о которой до сих пор ведут за спор его она или кто-то из учеников записал это Катаршем Тов венец Шем Това и он говорит просто о людях он не говорит о мужчинах и женщинах как это ни странно золотой век женщин в иудаизме если мы говорим в Европу это испание я подозреваю что он ничего толком об этом не говорит то есть можно наверное подобрать что-то но как бы женщина отдельно не существует и как бы сформулировать давайте я скажу довольно простую вещь вы заметили что еврейские фамилии часто строятся от женских имен а тогда еще довольно важный момент те страны где социальная роль женщин вроде бы не существует а именно Индия Пакистан это именно те первые страны где женщины становились премьер-министрами в Европе а какие мужские мужские фамилии вообще какие фамилии от женских имен я что-то не понял Ривкин Фраткин Соркин это все фамилии от женских имен почти все фамилии Наин а окей ну Ривкин давайте из самых распространенных Соркин Фраткин Рохлин 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 Лейн Цыпкин Цыпкин да 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 это Цыпа ну понятно безумно вы что думаете случайно что ли такое количество фамилий именно от женских от женских имен образованных Робинович нет Робинович ладно Робинович но окей стоп дамы и господа мы можем закончить на этом и отпустить мира думаю что да очень поздно спасибо очень поздно народ заснул очень поздно ну хорошо окей а скажите я не понял стало с Чесвергам мы теперь встречаемся да да надо же как-то объявить я то и все время среду готовлюсь хорошо хорошо готовься со средой будет правильно ладно все всем счастливо пока спасибо за подсказку о чем надо говорить окей шаббат шалом счастливо пока меру огромное спасибо всем до свидания спасибо 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 спасибо